Слушай, мама будет рассказывать, а ты можешь карандашами рисовать. Далеко-далеко, за дремучими лесами, за зелеными полями, на берегу голубой речки стояло село Дымково. Каждое утро вставали люди, затапливали печи, из трубы вился голубой дымок, голубой, Анечка. Домов было много, и дымков было много, вот и прозвали село Дымково. И жили в том селе веселые, озорные и добрые люди. Пели песенки, весенились и рисовали красочные игрушки, всякие разные свистульки. Смотри, вот видишь там свистулька Матюшка? Птичек рисовали, звери, девочек. А еще любили они делают барышень. Смотри, как у тебя на рисунке. Видишь? В красивом платье. Потому что она идет на праздник. И пока на улице зима и холодно, они делают игрушки, рисуют узоры на барышнях. А потом их лепили и сушили в большой печке. А когда игрушки высыхали, то они разукрашивали. То есть, сначала просто белели, потом краску на игрушку сверху нависили, а потом тоненькой кисточкой. Представляете, тоненькой кисточкой. Узоры рисовали, чтобы игрушки расписывали местами. Да, вот эти игрушки тоже кто-то расписывал. Но это были не Дымковские умельцы. Это из других сел и городов. А вот у тебя на рисуночке нарисована Дымковская барышня. Помоги мне ее раскрасить. А все эти узоры волшебные, со смыслами. Синяя волнистая полосочка. Это вода. Круг со звездочкой внутри. Это небо и звезды. Смотри, видишь же он, мама, круг нарисовала тебе на животике у барышни. А перекрещенные полосы между собой. Это сруб дома. Видишь, вон они синие полосочки. На юбочке у барышни. А когда поднимется в небо золотое... Солнышко. Вот, нарисовала солнышко. Как солнышко? Потому что весеннее солнышко поднимается, снег тает, и веселые люди выносят свои сказочные игрушки и начинают свистеть, песни петь, танцевать и зиму прогонять. У нас сегодня тоже солнышко, да, Анечка? Мы сегодня тоже будем свистеть? Анигай, как стали называть эти игрушки? Дымковские игрушки. Тебе нравится барышня Дымковская? Да.